Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Господь удалился в страны Тирские и Сидонские И вот женщина, хнаниянка, выйдя из тех мест, кричала ему Помилуй меня, Господи, сын Давидов Дочь моя жестоко беснуется Но он не отвечал ей ни слова Как мы скоро увидим, почему Ученики его приступили, просили его Отпусти ее, потому что кричит за нами Он же сказал в ответ Я послан только к погибшим овцам дома Израилева Она, подойдя, кланялась ему и говорила Господи, помоги мне Он же сказал в ответ Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Тогда Иисус сказал ей в ответ О, женщина, велика вера твоя Да будет тебе пожелание твою И исцелилась дочь ее в тот же час Много народу просит о чем-то Господа Совсем не все получают А вот женщина хананейская, она получила Почему так случилось, что Господь Именно на нее обратил внимание Не потому, что она хананьянка А чтобы преподать урок Во-первых, своим ученикам-апостолам А во-вторых, и нам Я помню Лет Сорок назад Когда я только начинал служить Был в моем храме Такой анекдотический случай Очень такой яркий человек Восточный К нам в храм ходил И одна женщина подошла А она говорит А что ты, говорит, в нашу церковь входишь Ты же не русский Ну, он человек уже образованный такой Посмеялся Ничего не стал ей отвечать Вот, чтобы таких разговоров больше не было Господь из всех Выбирает женщину хананейскую И с ней начать общаться Почему? Чтобы не было того, как на Украине Это наша церковь, а это не наша Потому что Господь Господь образовал церковь Там были евреи, как Матфей Там были и люди из эллинского рассеяния Которые даже не знали язык Там разные были люди Потому что во Христе нет ни Эллина, ни Иудея И Господь не один раз Предпочитал Человека Иной веры Нежели Из Родных Ему иудеев Хотя пришел Для того, чтобы спасти Детей Израилев Во-первых А во-вторых всех И если человек считает Что Его вера В зависимости от того Какой национальности Имеет преимущество То этот человек уже не христианин Потому что противоречит Учению Христова И еще была причина По которой Он С ней Заговорил Он заговорил еще по просьбе апостолов Тем самым для Господа нашего Иисуса Христа Очень важным Ходатайство Людей Церковных Мы можем сказать Богу нравится Когда мы За кого-то молимся Они говорят Ну помоги ей Видишь она Как Вопиет Нам вслед Тогда Господь Остановился И вот этот Знаменитый Диалог Получился О том что Нехорошо Отнимать Хлеб От детей И отдавать Псам Потому что Ну дети Дороже Собак Ну Христос Жил В первом Веке А поэтому Он не знал Что придет Такое время Когда Собаки Будут Дороже Человека И когда Какая-нибудь Собака Разорвет В клочья Какого-то Ребенка То хозяин Любящий Собаку Вместо того Чтобы ее Быстренько Пристрелить Он Встает На ее Защиту Говорит Собака Ни в чем Не виновата Ее дразнили Там И прочее Прочее Так что Сейчас Уже в 21 Веке Для очень Многих Людей Своя Родная Собака Даже говорят Что она Члена Семьи Вот Такую Устраивают Люди Собачью Семью Не по Образу И подобию Святой Троицы В которой В этой Семье Участвует Только Три Ипостаси Божества А там Еще Собаки Кошки Попугаи Такая Семья Расширенная Поэтому Люди Становятся Только Отчасти Людьми А в большей Части Пернатыми Собаками Некоторые Всяких Змей И даже Ядовитых И они Разводят И они Кусают Домочадцы Нечего Было К ней Лезть И в голову Не приходит Что нечего Было Заводить Таких Опасных Рептиды Это о чем Говорит О том Что в 21 веке Человек Не так уж Постепенно Довольно Скоро Сходит С ума И Разные Формы Беснования У него Проявляются Ну вот Давайте Обратимся Теперь К самому Тексту Что Она Кричала Помилуй Меня Господи Сын Давидов Каждый Иудей Знал Что Сын Давидов Это Прозвание Мессии Спасителя Ну Совсем Немногие Иудеи Его За такого Считали Поэтому Они Обращались К нему Как Спасителю Почему Они Не веровали Вот Христа Вот У людей И даже Богоизбранному Время Наши храмы Либо Сделать Музеями Либо Мечетями Осталось Совсем Чуть Чуть Несколько Десятков Лет Это 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 Обязательно Будет Потому Что Ни У Кого Это Не Вызывает Никакой Опасения Почему Потому Что Человек Как Обычный Поросенок Он На небо Не Смотрит Он В основном Занят Тем Чтобы Найти Себе Еду Одежду И так Даль А то Что Происходит В стране А что Происходит Вымирание Очень Быстрое Вымирание И Это Не надо Вымирить Всем Нет Совсем Не надо Разве Византия Вся Вымирала Когда Захватила Турки Нет Просто Она так Слабела 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 До того Момента Как У них Хватило Сил Чтобы Ее Захватить И Что От Византии Осталось Памятники Архитектуры Некоторые Памятники И От Нас Остался Может Местные Ученые Будут Их Потом В дальнейшем Изучать И так Далее Вот Может Быть Даже Мертвый Русский Язык Оживят Будут Специалисты Которые Будут Читать Заниматься Доклады Делать Диссертации Защищать Но Будут Здесь Жить Совершенно Другие Народы Которые Понаехали Потому Что Им Тесновато А Здесь Полно Территорий Которые Просто Превращены В Помойку Просто Вся Страна Это Такая Большая Помойка А Детей Никто Не Рожает Мужчины Которые Рождаются В нашем Народе Они Не Способны Быть Воинами Скажешь Ну вот У нас Спецназ Там Есть Росгвардия Ну да Но Тысяч Сто Может Наберем А Сейчас Некоторые Армии У некоторых Государств Даже Такое Колоссальное Государство Как Северная Корея У нее Армия Четыре Миллиона Как У Николая Второго В мирное Время Армия Была Четыре Миллиона А сейчас Где взять Все Больные Если Женится Так Кое Как Жену Совершать Содержать Не Может Детей Родить Не Может Чему То Их Научить Не Может В Санкт-Петербурге 90% Браков Уже Разводы То 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 есть Народ Уже Он Полумертвый И Четыре Каких Тенденций Противоположных Нету Поэтому Это Совершенно Очевидно Я Этой Проблемой Давно Занимаюсь Еще С 80-х Годов И Вижу Вот Это Сползание Только В одну сторону Пойдем Дальше Ученики Приступили Просили Отпустить Его Потому Что Кричит За Нами И Он Сказал Я Послан Только К погибшим Овцам Дома Израиля Зачем Он Так Сказал Мы знаем Он С Самарянкой Беседовал И Тоже Ее Похвалил И Эту Женщину Ханонейскую Он Сказал Женщина Велика Вера Твоя Какая же Великая Вера А потому Что Она Уже Стала Христианкой Что Такое Христианка Это Когда Человек Несомненно Верует Что Иисус Христос Сын Божий И Есть Мессия Спаситель И Она Вместе Там С Некоторым Двумя Десятками Человек В Израиле Она В это Уверовала И вот Несмотря на Все сопротивление Принадлежность К собственному Народу Вражда Иудеев Потому что Им это Очень не нравилось Что оно Затесалось К ним Это Понаехавшее И Стало Вообще Кричать Нарушать Порядок Господь Говорит Велика Твоя Вера Ты Вопреки Всем Вера Бога Я тут Одну Молодую Девушку Крестил Я говорю А как Твой папа Смотрит На то Что ты Принимаешь Крещение Она говорит Я ему не скажу А мама Тоже не скажу А почему А папа Говорит Что он Меня убьет А мама Говорит Что будет Держать Когда он Будет Меня убивать Поэтому Отношение К тому Что человек Принимает Крещение Оно Разное У людей Одни Радуются Подарки Дарят И надо столько Что грузовиком Не увезешь А другие Говорят Убьем Как это У нас Говорит Родную Кровиночку Убить Пустить Кровь Разное Совершенно Отношение К вере Христианской Одни Славят Христа А другую За то Что человек Веру Христианскую Понимает Сознательно А почему А потому Что у нее Великая Вера Я За 40 лет Крестил Ну я не знаю Сколько Сотни Тысяч Может Людей Сейчас Не так Часто Кричу А Когда Был Молодой У меня Рекорд 52 Человека В день Можете Я даже Запомнил Так Церкви Было Мало В Москве Сейчас 750 А тогда Было 42 И все На нас Ну Пожилые Священники Им Трудно Все На Молодых И вот Мы Крестили И Ну Даже Представьте себе Вот Как наш Храм И все Занято Орущими Владенцами С мамочками С папочками И Крестный Отец И Крестная Мать Храм Битком Набит Вот Это Интересное Зрелище И вот Сколько Я крестил Ну Сейчас Крещу Конечно Я Еще Ни разу Не встретил Человека Который Настолько Подготовился К крещению Ветхий Завет Не просто Читал Знает Все Христианские Молитвы Знает Утром И вечером Читает Утром И молитвы На сон Грядущем Знает Каноны Церковные Хоть Монастыри Читает Знает Евангелие Прекрасно Ориентируется Я начинаю Фразу Она продолжает За 4 года Как она Уверовала Она так Подготовилась К крещению Наших Из-под Палки Не заставляет Даже Сейчас Начни Спросить У любого Из Евангелия Либо Запутается Либо Переврется А это Девушка Спустившаяся С гор Кавказа Вот так Подготовилась К крещению Под страхом Смерти Вот И поэтому Христос Он Обратил Внимание На эту Хананейскую Женщину А почему Она пришла Сердце Матери Она Очень Хоть она И не русский Человек Но она Переживала Русские люди Они все Переживают И вот Она тоже Дочь Моя Жестоко Беснуется Такое Обеснование И сейчас Встречается Да и чем Ни один человек Подошел Он не сказал Что дочь моя Жестоко Беснуется Но я уже знал Какой сегодня Быть Евангелие Думаю Надо же Какой случай Ради Этого События Дочка 15 лет Когда она Осталась Дома Одна У нее Такой Протест Против Правитель Она Перебила Дома Все Какая Силища Стекло Люстры Посуды Там Ну все Что можно Да Еще Очень интересно Облила Вареньем И медом Всю их Одежду Что такое Ну вот Человек В нормальном состоянии Будет такое делать Ну и Нет Конечно Это только Дьявол Может Научить Такого Так что В нынешнем веке Тоже Очень даже Люди Беснуются С удовольствием И даже Небольшие А маленькие И очень даже Хрупкие Так что Та история Которая Произошла В Израиле 2000 лет назад Сейчас повторяется И в нашем Стольном городе В Москве И у нас Ну может быть Мы Не в такой Форме Мед Жалко А так Если послушать Как люди Меж собой Общаются Родственники То есть Это Раздражение Гнев Злоба И Сколько Угодно Беснование Всякое Проявляется А Спасение Только в одном В вере Христовой И Обращение К нему Господь Каждому Человеку В каком бы Бесновании Он бы Не был Помните Как Господь Каких Бесноватых Исцелял Которые Цепь Рвали И Господь Освобождал От Беснования Поэтому Каждый Бесноватый Он Если захочет С помощью Благодати Божией Он может Преодолеть Своё Беснование Вот Такой Краткий Эпизод Он даже Занимает Всего Лишь Половину Странички Нас Очень Многому Учит И Сцелилась Ее Дочь В тот же Час Много У нас Просит К нашему Отцу Небесному И об Исцелении И о Упокоении Если кто Уже Отошел К Господу И некоторые Переживают Что дочка До сих пор Не замужем И Всякие У всех Просьб С любыми Просьбами Можно Обращаться К нашему Спасителю Только Молиться Нужно Со Смирением Потому Что Если Нет Смирения А есть Гордость То Господь Не Может Это Дать Нам Почему Потому Что Он Хочет Нас Спасти Спасение Возможно Только По Благодати А благодать Может Прийти К человеку Только Если В человеке Есть Смирение Поэтому Господь Эту Женщину Испытал Он Ей Экзамен Такой Устроил Он Говорит Ты знаешь Милая Я вот Послан Только К овцам Погибшим Дома Израиля А ты Ханонейка Нехорошо Говорит Отдать Хлеб От детей И отдать Псам И тут Она Являет Удивительнейшее Смирение Но Говорит И псы Едят Крохи Которые Падают Со стола Господь 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 Этой Собаки То есть Она Согласилась Другая Сказала Ах ты Как Меня Назвал Да Что Это Такое Сегодня Тоже Чтоб Далеко Не Бегать Одна Женщина Говорит Вот Говорят Что Надо Изучать Евангелие Я Говорю Да А Что же Тот Кто Не изучает Это Человек Второго сорта Что ли Я Говорю Нет Четвертого Сорта То есть Это Вообще Уже Тухлятина С бачком Это Как Ну Только вот На секундочку Задать себе вопрос Отец Посылает Своего Единородного Сына У нас То Дети Никудышные Они Плохо Воспитаны Хамят Ленивые Вруны Часто Дураки А Сын Божий Это Был Лучший Из тех Людей Который Ходил По земле К нему Не было Претензий У него Вообще Никакого Греха Вот Господь Посылает На землю Чтобы Спасти Людей А люди Что В благодарность Люди Очень Благодарны Поэтому Они Его Распяли На кресте Самая Позорная И Самая Мученическая Смерть Вот За то Что он Для них Сделал Они Сотворили С ним Такое Скверное Убийство И что Господь Осерчал Что ли На них Нет Прости Молился Отцу Небесному Не Ведают Что Творят Да Действительно Человек Часто Когда Беснуется Он Вообще Не Понимает Что Он Делает Может Пройдут Годы Опомнится Это Все Так Это Бывает И Вот Сына Божия Убили И Отец Небесный Не Осерчал Но Сын Божий Создал Церковь И В эту Церковь Уже Две Тысячи Лет Входят Люди Из Разных Народов Начинают Познавать Господа Иисуса Христа Но Если Человек Считает Что То Что Говорил Христос Это Не Надо Изучать А Тогда Что Изучать Если Человек Не Псих Это То Что Он Должен Изучать А Потом Правила Дорожного Движения Двигатель Внутри Сгорания Банковское Дело Это Все Брахло Это Все Временное Брахло Деньги Одежда Еда Дома Это Все Временное Пользование А Душа Которая Спасается По Благодати Божией Одна Вечная А Человек Не Хочется Зучать И Какого Он Тогда Сорта Второго Слишком Жирно Максим Четвертого А А Я Глядя В церковь Хожу И Я Говорю Ну И Кот Бывает Заходит Или Воробей Залетает Что Толку Ну Я Хожу В церковь Ну Ходи А Надо же Знать Чему Господь Научил Своих Учеников Нужно Самим Таким Стать И Вот Он Увидел Что Опережая Никогда Не Читая Евангелие Только Глядя На Христа Спасителя Она Поняла Что Он Мессия И Что Он Может Спасти Ее Дочь И Господь Ей Это Дал Вот Так И Мы Со Смирением Хананейки Если Будем Просить У Бога Если Будет У нас Вера Несокрушима В То Что Он Может Дать И Вера То Что Он Тот Кто Может Дать Тогда И Получим Благословение Господне На вас Так Благодатью И Человек Любим Всегда Ныне Присно И Во Веки Веков